Верховный суд России признал воинское подразделение ВСУ «Легион свободы России» террористической организацией. Следствие уверено, что это объединение было создано для вербовки россиян, для участия в боевых действиях на стороне Украины. Продолжается в России так называемая борьба с фейками. Так, антивоенные картины 77-летней Елены Осиповой проверяют по статье о фейках российской армии. В полиции считают, что на полотнах художницы есть якобы лживые надписи в отношении Вооруженных сил России. Подробнее в материале Юлии Грановской. В Хабаровске пять с половиной лет условно получил российский военный Даниил Фролкин. Ранее он признался в убийстве мирного жителя в Украине. Однако судили его не за убийство, а по статье о военных фейках. В августе 1924 года Фролкин, принимающий участие в боевых действиях в Украине, признался журналистом издания «Важные истории». Мародерстве и убийстве мирного жителя в селе Андреевка Киевской области. Село было оккупировано в феврале-марте 22-го. Вернувшись из Украины в Россию, Фролкин уволился из армии, но затем вернулся на службу. В декабре 22-го года стало известно, что против него возбудили дело о военных фейках, пишет издание BBC News. 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. По версии следствия, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал в социальной сети ролик «За что Путин сажает Навального», в котором демонстрировался значок фонда борьбы с коррупцией. Он в России признан экстремистским. Кто-то написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику. Видимо, там перепост от Алексея Навального. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе Евгений Ройзман, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп ВК порядка 20. Юлия Крутеева, супруга Евгения Ройзмана, в интервью Настоящему Времени. Мать арестованной в Ярославле активистки Валерии Изотовой. Обвинили в оправдании терроризма и в призывах к экстремизму в интернете. Изотовой старшей вменили два комментария, в одном из которых она якобы написала слова «русские» и «ядерка». Напомним, ее дочь Валерия была арестована по делу о попытке поджога пункта сбора помощи мобилизованным. Не теряют популярности в России две статьи – дискредитация и фейки российской армии. Те действия властей, те законодательные инициативы, которые Государственная Дума в спешном порядке принимает. Я имею в виду распространение ответственности по так называемым статьям о фейках. Теперь не только на военнослужащих, но и вообще на всех участников так называемой специальной военной операции, в том числе заключенных Пригожинских из Чувака Вагнера и так далее. Все это свидетельствует о том, что российские власти намереваются ужесточать контроль над населением России, поскольку эти законы – это не только мера ответственности, но это и инструмент цензуры. Самарского коммуниста, который слушал послания Путина с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. В Москве суд заочно арестовал медиа-менеджера Илью Красильщика по делу о распространении фейков о российской армии. А вот супружеская пара Александра Мартынова и Людмила Разумова получили реальные сроки из-за антивоенных публикаций в социальных сетях и граффити. Разумовой назначили 7 лет колонии общего режима, Мартынову 6,5 лет. Их признали виновными в размещении фейков об армии и вандализме по мотиву политической ненависти. По версии следствия, супруги оставляли антивоенные граффити в деревнях и поселках Тверской области. В частности, они с помощью трафарета оставили рисунок в виде слияния двух человек – Путина и Гитлера. Обвиняемые также писали антивоенные надписи на стенах жилых домов и магазинов. Например, фразы «Путлер капут», «Путин – это война» и «Украина – прости нас», сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката в осужденных. А суд в Калужской области оштрафовал на 5000 рублей депутата Александра Липендина за то, что тот не встал во время исполнения гимна России. Сам депутат заявил, что не мог встать, так как у него болели ноги после тренировки. Юлия Грановская для телеканала «Фридом». Алексей Барановский – представитель Съезда народных депутатов России. Это инициатива, возникшая не так давно. Съезды проходят, по-моему, уже два прошли. Сейчас спросим у Алексея обо всем этом в нашем эфире. Алексей, приветствуем. Да, здравствуйте, Фридом, добрый вечер. Это уже два съезда, да, прошли, если я не путаю? Ну вот, в ноябре был съезд под Варшаву, и в феврале в Варшаве, да, уже второй. Готовимся к третьему. Третий будет там же в ноябре. О, прошу прощения, в июне. В июне, да. Алексей, вот в работе вашей инициативы, я так понимаю, Илья Пономарев активно в ней участвует тоже. Вы о репрессиях говорите? Вот насколько репрессивная машина Путина в центре вашего внимания, вот российской оппозиции в изгнании, скажем так? Она в центре внимания, безусловно, причем сразу с двух сторон. С одной стороны, мы принимаем акт о свободе, об амнистии, значит, широкоуголовной и о освобождении и реабилитации политзаключенных. Это с одной стороны. Естественно, есть списки политзаключенных, естественно, их освобождение – это приоритет. То одна из первых задач, которая будет стоять после смены путинского режима. Но с другой стороны, также приняты акт олюстрации. И особенно актуально это в свете вчерашних событий. Поскольку Путин теперь международно признанный преступник, то все вот эти генпрокуроры, Следственный комитет, ФСБ и прочие вот эти люди, которые ведут репрессии, они же теперь пособники главного военного международного преступника. И они все, как одна банда, все пойдут в Международный уголовный суд. Поэтому, безусловно, мы это отслеживаем, причем с двух сторон. Одних надо освободить, а других надо будет отдать в Международный трибунал. Ну и как, по вашей оценке, за минувший год жестокость, жестокость репрессий в России в отношении, скажем, политических, в первую очередь, конечно, она заметно усилилась? Можете вы это отметить? Усилилась, и причем уже не только в отношении политических. Знаете, уже всех активистов либо посадили, либо выдавили из страны. Сейчас уже, вот как мы из сюжета видели, уголовные дела и сажают на какие-то гигантские сталинские сроки простых людей, которые раньше не занимались никаким политическим активизмом. Они просто видят, что происходит, выражают свою гражданскую позицию совершенно такими безобидными способами, вот вроде надписей на стенах, да, и при этом получают просто какие-то гигантские сроки. Для чего это делается? Это вот все по классике. Бей своих, чтобы чужие боялись, поскольку никаких нет успехов на фронте, а дальше будет все больше и больше отступления российской оккупационной армии, то единственное, что им остается, чтобы это свое население закатывать в бетон, чтобы никто и даже не думал рыпаться, делать какие-то протесты, волнения, революции и так далее. Поэтому, да, безусловно, чем хуже будут идти дела на фронте, тем сильнее они будут давить своих, чтобы не допустить какого-то либо общественного массового восстания. Знаете, такая интересная сейчас вот информация, я только что обнаружила ее свежую, когда президент России Владимир Путин подписал закон об ожесточении наказания за дискредитацию участников спецопераций. Теперь говорить правду по этому закону нельзя не только о военнослужащих армии РФ, но и о так называемых добровольцах, например, боевиков ЧВК «Вагнер». Максимальное наказание за фейки, об этом будут 15 лет за решеткой. У меня, знаете, в чем вопрос связан? Но если о них нельзя говорить плохо, зная прекрасно большая часть этих людей, из каких мест, в общем-то, попадает в это ЧВК «Вагнер», вот изначально-то ведь это были люди и заключенные, да, вот, просто я так не могу понять, это только по отношению того, что происходит на территории Украины? Либо если они, возвращаясь на родину, криминальные преступления совершаются, то на них, в общем-то, и открывать дело нельзя теперь за этому закону? То есть, ну, логика какая-то в этом есть? Вот, то есть, это бесчинство можно, в общем-то, творить и на территории Российской Федерации? Ведь по закону Путина теперь нельзя про них ничего плохого говорить? Ну, искать логику в российском законодательстве давно не следует. Это страна, победившая антиутопии. Черное – это белое, война – это мир и так далее, и тому подобное. Там все происходит сообразно с колебанием линии партии. Сегодня они, значит, уголовников превозносят, вчера там чекистов НКВД и так далее, и тому подобное. Этот театр абсурда будет длиться до самого последнего вздоха кремлевского тирана. Вот только вопрос, он все-таки в Гаге, этот вздох последний будет, или в Кремле раньше народной массы, и примкнувший к ним «Легион свободной России» первыми этого увидит Путина, его последний вздох. Посмотрим. Да, вот вы, Алексей, как раз вспомнили «Легион». Вы человек не чуждой изиологической борьбе. В России вы, мягко скажем, были справа. Что сейчас вообще в этом движении? Вы поддерживаете какие-то связи с русскими националистами? И вообще можно ли из этого фланга ждать какого-то протеста хотя бы? Вы знаете, ну, если говорить о себе уж, раз уж вы затронули, у меня взгляды все-таки такие достаточно элективные. Что-то у меня из правой поездки, что-то из левой, но на самом деле это не столько уже важно после 24 февраля прошлого года, когда есть только две стороны баррикады. Ты либо за Путина, либо борешься с ним и с его вторжением. А если говорить про правый, так сказать, фланг, ну вот РДК, русский добровольческий корпус, это как раз выходцы с правого фланга, но за Украину воюют не только выходцы из правой субкультуры, но есть антиавторитарные левые, есть значительное число людей, которые раньше вообще не занимались никакой политикой. И вот Легион «Свободная Россия» в этом отношении, он достаточно такой более нейтральным, скажем так, боевое подразделение, потому что там есть люди разных взглядов, но всех их и всех нас объединяет прежде всего желание и необходимость победы над путинским режимом. А как там будет строиться Россия после этого? Ну, я надеюсь, что парламентским способом, собственно, об этом и говорит Съезд Народных Депутатов, что это будет парламентская республика, и там все фланги, правые, левые, значит, центристы и прогрессисты и так далее смогут бороться в рамках парламентской борьбы, и наша задача просто создать эти условия для того, чтобы политическая жизнь, парламентская борьба была возможна, потому что при путинизме это невозможно ни для кого, ни для правых, ни для левых. Да, вот как раз я хотела вопрос задать, вы уже практически начали на него отвечать, но хотела бы немножко более конкретизировать все эти группы, которые, ну, несколько, наверное, в обычном, скажем так, обществе воспринимаются как маргинальными, если можно так сказать, я, может, не ошибусь, а объединились, как вы сказали, для того, чтобы победить Путина, то есть, по большому счету, они не объединились для того, чтобы проиграть Украине. Что же будет после победы Украины, на чьей стороне будут эти группы, или они будут разъединяться, и какую идеологию вы видите основную в России после вот этого события, которого, в принципе, мы очень ждем, и большая часть демократического, адекватного мира также. Знаете, все-таки это такое достаточно далекое прогнозирование, есть такой термин исторический, политологический, непредрешенчество, то есть очень много вещей, они непредрешены сейчас, и о них как бы сложно спорить и прогнозировать, потому что слишком много факторов, которые будут открываться по мере развития исторических событий, но совершенно очевидно, что сначала нужно свергнуть Путина, демонтировать путинизм, все это ФСБ репрессивно и так далее, а потом уже пытаться что-то построить на этих руинах, но не ранее, потому что, ну, бессмысленно планировать, как будет потом в 2030 году, потому что сначала надо все-таки разобраться с Путиным, а потом уже выстраивать прекрасную Россию будущего. Да, ну, просто особенно в Украине, вы же знаете, Алексей, людей очень беспокоит, очень беспокоит, какая конфигурация будет в будущем, да, и если вдруг победят силы, которые на органическом уровне не переносят украинской независимости, у нас же нет такой гарантии, что обязательно в России Путина победит кто-то, кто будет друг Украины, или у вас есть такая уверенность? Ну, мы, естественно, считаем себя основными претендентами съезд народных депутатов, как парламент, легион свободной России, как силовой кулак, как будущее Министерство обороны, будущие русские массаты, будущая спецслужба. Поэтому, ну, естественно, поскольку без поддержки Украины, как лидера антипутинской коалиции, преображение России будет невозможно, поэтому, безусловно, мы исходим из того, что вместе с Украиной, с украинским руководством мы будем выстраивать будущее России. В этом заинтересована и Украина, и мы как силы, которые находимся, собственно, в Украине, и хотим, чтобы путинизм был демонтирован, а Россия послепутинская стала нормальной европейской страной, интегрированной в международные, значит, отношения, неизгоем, как сейчас, и при этом иметь нормальные, ну, если не дружеские, дружеские уже, я думаю, невозможные, но, по крайней мере, деловые нормальные отношения с Украиной, я думаю, вот это такая задача наша, которая под силу. Алексей, а в отношении распада России, что вы думаете? Я думаю, что этот сценарий не особо сейчас просматривается, безусловно, Чечня и Чкерия обретет независимость, в этом я абсолютно уверен, возможно, будут какие-то, значит, еще республики, которые захотят жить отдельно, вот та же самая Якутия, по настроению местных элит можно это прогнозировать, но я не уверен, что это широкий спрос будет. Съезд народных депутатов провозглашает, что первый год переходного периода отводится как раз на то, чтобы избрать органы местного самоуправления, дать людям власть на местах и потом уже принимать на исходе первого года общую конституцию, которая будет де-факто новым федеративным договором. Захотят штаты, ну, штаты, потому что это аналогия с Соединенными Штатами Америки, захотят, значит, регионы, которые образуются после падения путинского режима, создавать новое государство, переучреждать Российскую Республику, значит, конституция будет поддержана. Не захотят, конституция не будет поддержана, значит, страны, штаты, регионы обретают независимость. Как бы это живой процесс, но никого насильно держать не будем, но и выгонять тоже нет смысла, а тут все должно быть в демократической процедуре. Вы знаете, просто я неоднократно слышала, особенно за последнее время, а даже особенно, мне было удивительно это слышать от представителей Российской Федерации, от обычных русских, которые сейчас бежали из страны, живут в других государствах. И для меня было удивительно, что они практически все, да, ну что практически, все, с кем я общалась, у меня была такая возможность недавно, они все говорят, что имперский вирус, которым заражена практически большая часть России, он лечится только одним путем, это распадом России. И верите ли вы, что без вот этого лечения, возможно, репарации, прежде всего, Украине, а не сатисфакция через некоторое время при другом правительстве, при другой верхушке кремлевской, за те обиды, проигрыш, моральные обиды, которые будет чувствовать на себе Россия? Ну, смотрите, во-первых, по поводу репарации, вот как раз с репарациями в случае распада могут возникнуть проблемы, потому что, ну вот, вся нефть, все ресурсы, они там в Сибири, вот все распалось, и там как-то Мансийский округ скажет, это Москва войну вела, мы тут не до чего, поэтому вот с Москвы и берите, а в Москве там особо и брать-то нечего, Кремль, если только продать, да, поэтому по репарациям как раз-таки гораздо сложнее собирать деньги из кучи, значит, независимых государств, которые скажут, что это не мы эту войну вели, это Путин, Москва, вот с них и спрашивать, это первое. А второе, ну, я не уверен, что реально вот спрос на эту независимость слишком распространен будет, поэтому этот вопрос тоже из области такой гаданий, как лучше сделать, но вот по поводу репарации, вот я вот так исхожу из таких соображений. Да, Алексей, спасибо, продолжим. Начали мы с репрессий, но, конечно, шире разговор с вами повели о том, как будет выглядеть образ России после победы Украины. Алексей Барановский, адвокат, представитель съезда народных депутатов России был в нашем эфире.